саламу алейкум азербайджанская чайхана смотрит тебя сегодня с нами чеченцы а вальцы лесгин азербайджанцы и владелец чайханы прошлый эфир нам очень понравился ты за правду азербайджану алейкум ассаламу рамату баракату баракаллаху фикум братья с азербайджана сегодня я мне кто-то из подписчиков скинул интервью разговор соловьева с неким рахманом гаджиева я не так и не понял кто этот рахман гаджиева что-то там короче в азербайджане какое-то агентство что ли возглавляет не знаю но он азербайджанец и мне было очень неприятно слушать этот разговор когда он говорил во первых то как он вылизывал соловьева вообще этот рахман гаджиев типичный лизоблюд просто вот омерзительный человек это просто даже если бы он не сказал того что он сказала про мы увидели бы только его вылизывание соловьева уже этого было бы достаточно чтобы сделать о нем выводы как о мерзительном человеке но он провел параллель знаете он вылизывая россию он провел такой параллель он говорит что сейчас мол азербайджан в карабахе борется с сепаратизмом и терроризмом также как россия боролась в чечне сепаратизмом и терроризмом это говорит азербайджанец вот это вот самое что в этой ситуации неприемлемо дело в том что вот те самые я напоминаю гаджиеву и и тем людям кто возможно думает также как гаджиев дело в том что те самые сепаратисты и террористы в чечне которых которых так назвал рахман гаджиев они вместе с азербайджанцами тогда начале девяностых сражались в карабахе те самые сепаратисты во главе с шамильом басаева поэтому лучше бы ему было бы придержать свой язык прежде чем говорить такие вещи в угоду российскому пропагандисту и даже этот российский пропагандист не согласился с ним сказал что не совсем правильно проводить такую параллель говоря о чеченских террористов там типа вот они взрывали в москве видите ли дома там а в баку там ничего не взрывали тот начал ему что-то в ответ предъявлять конечно версия этих событий соловьева она понятна она именно такой и будет конечно соловьев никогда не скажет про рязанский сахар который был подсыпан туда фсбшниками конечно соловьев никогда не скажет что это российские спецслужбы взрывали эти дома но рахман гаджиев то должен был знать что подобные выражения подобные высказывания для него недопустимы как для азербайджанца рахман гаджиев то должен был знать что очень много из тех кого он назвал сепаратистами и террористами проходили лечение в баку несмотря на то что азербайджан находится в дружеских отношениях так скажем с россии несмотря на это на этой территории наши муджайды находили приют находили лечение и по сегодняшний день есть люди которые там проживают поэтому прежде чем подобное сказать нужно было задуматься рахману гаджиеву это очень неприятный был для меня разговор как для как для чеченца и вообще подпроводить подобные параллели это обычно армянская сторона проводит такие параллели пытаясь преподнести это так как будто бы жители карабаха этнические армяне хотя того же чего хотят чеченцы но это подлог это подлог это неправда у нас совершенно разная ситуация потому что жители карабаха не хотят независимости жители карабаха хотят просто быть частью армении и это просто интерес армянского государства если бы если бы они искренне об этом говорили бы то сегодня вообще не стоял бы вопрос о независимости так называемого карабаха там или арцаха мы ведь все с вами прекрасно понимаем и все армяне прекрасно понимают что не стоит вопрос о независимости этой территории никому она не нужна просто это такая уловка такая политическая игра что вот якобы не мы пытаемся оккупировать там часть территории а вот сами люди хотят быть независимы это всего лишь игра а в чечне это не игра чечне чечня уже 400 лет борется за то чтобы быть независимым чтобы не быть колонией российской совершенно разные вещи и понятно когда армянская сторона пытается провести такую параллель но когда азербайджанский активист или я не знаю кто он там когда он в эфире у российского пропагандиста высказывает подобные вещи это просто омерзительно я надеюсь в азербайджанском обществе дадут достойную оценку его высказывания и дальнейшая его карьера будет обречена сравнение карабаха с еще и было бы уместно если чеченская республика ичкерия будучи независимой отжимала бы территорию компактного проживания чеченцев ахметовском районе грузии абсолютно верно вас благодарю тебя за за этот комментарий ты очень правильно сказал вот если бы мы были бы сейчас независимым государством не оккупированным россия вот мы жили бы как жили и при этом в панкийском ущелье чеченцы начали бы вести борьбу с грузией за то чтобы к нам примкнуть при присоединить эту территорию чечне но они бы завуалировали это под независимость говоря что вот они хотят просто независимое панкийское ущелье а мы чеченцы не признавали бы при этом их независимостью но всячески им бы помогали оружием там наши под видом добровольцев наша армия бы там сражалась даже не под видом добровольцев армия армении сражается там не под видом добровольцев а реально как армия армии армии вот представляете вот тогда да это было бы параллель но такого не происходило никогда никогда чечня не предъявляла какие-то территориальные претензии грузии никогда не предъявит там чеченцы проживающие на территории грузии являются гражданами грузии и мы очень благодарны грузии за то что эти чеченцы могут спокойно свободно проживать на этой территории и за все за все то добро которое было сделано было оказано нам грузии о котором мы не обо всем из этого мы даже можем говорить, мы за это благодарны и мы этого никогда не забудем. Грузия это наш стратегический партнер, это наш очень добрый сосед, с которым у нас, иншалла, никогда не будет каких-то неприятельских отношений. Ассаляму алейкум, рамату Аллах, из Азербайджана. Брат, дай Аллах тебе спокойной жизни на родине. Скажи, пожалуйста, как относишься к инициативе Макрона создания так называемого французского ислама. Это тоже, конечно, очень поразительные были заявления Макрона. Я посмотрел его выступление на французском языке, я вообще не понимаю французского языка. Просто было где некое сообщение, посчитать сколько раз он в этом своем выступлении говорит об исламе, об исламизме, ваххабизме и салафизме даже он говорил. Даже вот такие термины он употреблял в этом, в этой своей речи. Я послушал и это просто трэш. Он реально там раз 500, наверное, говорит об исламе, о мусульманах. И вообще перевод этой его речи, ну, я думаю, очень правильно, правильный комментарий к этому выступлению сделал Эрдоган, сказав, что европейские политики начинают говорить о проблеме ислама и мусульман, когда испытывают непопулярность в своих странах, когда испытывают какие-то проблемы со своей политической карьерой. Вот очевидно, что Макрон, у него сейчас кризис в его политической жизни, он не популярен во Франции, у него проблемы, навряд ли он, французы его изберут на второй срок. И поэтому он сейчас прибег вот к этому приему, когда начал говорить об исламе, о мусульманах и об исламской угрозе для Европы. Поразительным было его высказывание о том, что значит, они разработают законопроект, в соответствии с которым исламских имамов мечетей будут обучать на территории Франции. То есть, они пресекут получение религиозного образования за пределами Франции. То есть, французские студенты не смогут учиться в исламских вузах Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Мавритании, Марокко и прочих. Они пресекут это и будут, значит, на территории Франции обучать имамов, мусульман, так сказать, правильному с точки зрения французского, французской власти, исламу. Вы просто представьте себе уровень масштаба, масштаб этого маразма, масштаб просто преступности этого заявления. Вы представьте, что Эрдоган сейчас заявляет, что мы, значит, будем учить христианских священников на территории Турции. Мы будем их обучать, чтобы они получали, значит, образование здесь. Мы, значит, власть будем мусульмане, по сути, да, власть мусульман будет контролировать получение христианского образования священниками православными или католическими. Вы можете себе представить подобное? Сейчас весь мир, он, наверное, обсуждал бы это высказывание Эрдогана, говоря, что он посягает на христианские ценности, на христиан всего мира. А Макрон делает подобные заявления, и это почему-то никого не удивляет, никого не волнует, кроме Эрдогана, разумеется. Эрдоган, по-моему, единственный, кто из таких видных политиков как-то высказался по этому поводу. Молчит Саудовская Аравия, молчит весь арабский мир, никто ни слова не говорит. По крайней мере, я не слышал, чтобы они что-то как-то отреагировали на эти высказывания Макрона. Они, конечно, недопустимы, это полный бред. Я понимаю, что есть проблема с фанатиками, и эту проблему надо решать. Но эту проблему надо решать не борьбой с исламом и с мусульманами. Это обыкновенная преступность. Если этот человек совершает преступление, его с ним нужно бороться. Никто не говорит, что мусульмане белые и пушистые. Но это проблема, это не ислама, это проблема конкретных людей. Да, есть ли какие-то радикальные течения внутри ислама? Да, есть. Нужно ли с ними бороться? Да, конечно, нужно. Но с этим бороться нужно не так, чтобы ограничивать в целом всех мусульман Франции. Подобные вещи недопустимы. Я думаю, что у Макрона реально сейчас, видимо, очень серьезный политический кризис. И он прибег вот к этому, как это назвать, джокеру, козырному тузу, что ли, в своем рукаве, чтобы разыграть вот эту карту исламской угрозы, мусульманской угрозы во Франции. И вот на этой основе набрать себе какие-то политические баллы. Но я надеюсь, у него это не получится. Субтитры сделал DimaTorzok